и здравствуйте товарищи привет мы приехали 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 полетали полетали а теперь вам покажу пока мы вот говорим-говорим а было покажем как раз то что сняли вне на стоянке мы были снимали икею с тичьего полета то сейчас это видите как мы пролетаем ли как вот как вы как вот так можно говорить говорить и сверху будет облетать но и так на самом деле интересно ребята кстати к вам сразу вопрос как мы любим а вот как вам такая объемность то что сначала вы видите кей на улице вы видите все что вокруг нее происходит а потом вы попадаете вовнутрь или вам интересно облететь всю мегу не то я я как икея екатеринбург икея уфа я снимал только облетку частики я саму мегу не снимал а интересно ли вам облететь всю мегу в окружности полетать полетать да вот ждем комментарии будем экспериментировать на самом деле да нам это очень интересно и очень важно ну что дмитрий юрьевич готов на амбразуру груди ой я еще такие тюрьму для стрела мы уже тут икея тюмень снимали в прошлый понедельник вот вот где тюмень и кейк тюри бурги киева и но осталось приехать только киев санкт-петербург и омск омск и больше и не интересно будет россии и кончилось ничего у нас есть спонсор в нашей жизни the cyber and wellness я думаю с помощью сибирского мы попадем еще не в одной икеи так пакса почти закончились серии скуп она сейчас во многих икеях представлены именно вот в этом уголке между паксами на самом деле это удобно потому что мы говорим про хранение и когда мы говорим про хранение очень удобно чтобы рядом все эти моменты присутствовали чтобы не надо было бежать из одного угла в другой для того чтобы примириться моя самая любимая свечка пахнет мангой так это мы показывали уже в екате юрьевич тебе хоть это теперь жребий тени что первым то выпускать вот это все очень так идем по паксу суши наверно все-таки в силу мусульманских традиций актуальны длинные платья вот я первый раз вижу чтобы на выставке было представлено как будет выглядеть длинное платье на дополнительные вешалки оба чем всегда карачушки какие-нибудь так здесь у нас дальше будет боксель элвар ли и ребят нонсенс мы же привыкли из паксов все перетекаем в детскую на мы с вами вместо детской сейчас перейти чем где лучше покажи длинного магазина пирали баню полу да это фразочка из свердловской области из полевского больше мы попадаем в отдел ванны имейте это пожалуйста в виду ванны хорошее количество мебели расставлено все видно все понятно смесители отдельно представлены и киев кредит находится в уфе в отделе ванны не в детской как обычно не там где вход в ресторан так из мебели для ванны мы перетекаем в хранение для ванны и опять для нас нонсенс здесь нет полотенец здесь нет текстиля почему потому что он будет дальше поэтому икеа в отдел ванны расположена в принципе в двух локациях в уфе как-то для нас это немножко непонятно ну я художник я так вижу а дальше мы подходим какие также к ресторану он находится все в том же месте как и везде по середине по середине поворот направо мы попадаем в ресторан протеками кстати ресторан большой я бы сказала огромный с большой зоны плюс еще и дополнительно наверху представлю то есть есть можно попросту втором тоже можно попасть на втором тоже обычно второй этаж не пускай здесь у нас представлена раздел самые низкие цены разворачивай может чем быть новая найдет давай визуально ты я по разным сторонам но что я могу сейчас посмотреть где дужки вон твой нож пойдем посмотрим и стандартные процедуры по которой он определяет лояльность нет 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 у нас хотя бы на выставке на выставке не значит икеа уфа тоже ценит эти ножи смотрит из хорошего пластика сделаны карточки покупать но я может быть это карточку может собой на брать ты берешь карточку сканируешь и на фулл серфе на зоне выдачи получаешь значит тоже оценили эти наши в икее уфа как и в икее нижний ногу что стали только через выписку эхо-яй-яй смотрите что мы нашли довольно таки необычное применение для салфеток на таких зажимах причем они не зафиксированы насмерть салфетку можно очевидно взять с собой либо примере для салфетницы причем это и узкие салфетки и большая часть больших салфеток дима уже отметил скатерти что они представлены более интересно чем в других городах все остальное в принципе ну наверное то же самое фужерчики дим тоже с подсветочка только подсветочка уже не желтой как например в екатеринбурге голубенькая пойдем как по таким мелким очевидением тоже народ становится все больше ну да но поместим может половина третьего кстати дом получается у нас пол первого стыканюшки фужерешки здесь сильная подсветка тоже интересно смотреть вообще когда фужера с подсветкой как-то по объеме что-либо красиво что так мы перетекли в чехлы пледы на правый чехол и налево пледы здесь не хватает сразу скажу подушек подуда подушек под попку не хватает сейчас пойдем где-нибудь их найдем шторы как-то это мало вас тенька место под сторону и делили до чистого то то есть привезу такое же расположение как внизу ну да вот она любимый тело движение могу продемонстрировать прямо сейчас ты еще помнишь это беру этикетка в один в один никакой самодеятельности даже самодеятельности нет ой смотри какая новая шторка интересная ингимунда затемняющие гардины кстати еще хорошо будет с моим голом сочетаться так и будем завершивать смотри какие майгулы новые появились светло-зеленый это очень популярный цвет и майгул появился серо-коричневый фактически это светло-коричневый такой цвет кофе с молоком тоже популярный очень ну по крайней мере нас разкин востребован у клиентов рулонные шторы жалюзи поди кстати место выделено больше чем должно чем нужно как-то это пустовато даже кажется да да а так здесь не хватает ковров я к тому что по расположению шкур то есть мы сразу попали в постель получается нас где-то ждет отдел с коврами тапочками вот так постель представлена в принципе как везде причем смотри довольно таки много места под выкладку полочки и удобной почте пойдем покажем не наклонные они горизонтально не в наклон просто можно достать нет не выдвигаются хочу отметить то как расположены в принципе все просто нет они помимо того что расположены маленькими кусочками они в большой объем как бы натянута то есть я вижу как они будут на кровати и делаем на горизонте я хочу отметить удобную выставку на матраснику ну там же люди должны все пойдут и мы заметили обойтел а также просто не все просто пастеллажам расположены но основная выставка все-таки представлена вот здесь на матраснике дим чем тебе вот как а я сразу представляю как что где чё как почему речь может стоять но да я с тобой полностью согласна на самом деле визуально становится понятно как выглядит на матрасе на руки и мы такой виде первый раз так здесь дальше у нас подушки одеяла причем подушки расположены не в ячейках а просто вот так вот хаотично очень надеюсь что соблюдена градация по синтетике натуральным материалам пенополиуретану ну если не соблюдена значит значит так надо дальше у нас одеяло и дима я вижу на горизонте ванну дубль 2 ванна продолжать после подушек первый раз за все наши путешествия по икеи мы видим такое расположение да 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 даже наш опыт посещения и турции не так сильно нас удивил до агива полотенчики кстати вон коврики тапочки то есть получается вся текстильная зона собрана в одном месте пойдем в ковры посмотрим как эти курсы тековер расположен хотел очень интересно сделали звук квадратненьким и по всем четырем сторонам очень равномерно раскинули все ковры но вот персия увы как бы 1 тонны в одну сторону по цветовой гамме оляпи что с рисунками всякие вот тут но к сожалению выставка с персидскими коврами не как икея екатеринбург все склон когда все в одном месте эта схожесть идет большая с икеи нижний новгород да татьяна полу я вас жду а я тут болтаю один хожу за тебя ну болтай на дыжи иногда я смотрю ты начал говорить начать и мешать буду везет с халявил немножко да с халявил хорошего человека учить только портить слойку кстати у нас он очень сильно спрятана его не видно здесь интересно расположено не все по цветам дим смотри зеленушка тут немножко ярких пятен потом желтые коричневые то есть так вот чуть-чуть хаотично но при этом они как-то не для кремовый вот все в одном месте вот а вот крем да да крем крем белый в одном месте серый в другом месте цветут уже пошли цветные разномастные там цветные а там уже пошли разноворстные там потом там косичка пошла рисунки там ручная там ручной выделки уже пошли да здесь немножко по-другому например нижний градирует по размерам ковры размеры цвет здесь цвет и фактуры смотри кстати потери наименной подушки на стуле и к чему бы вот это да подушки на стул в коврах не знаю пойдем дальше какой отдел я не помню очень сомнительно а вот она пропажет и и то что является полным с анонсом для нас купола его забыли в леску у меня ощущение сзади остались пакса мне переделать магазин у нас такое ощущение нам еще и уже не охота идти туда уже не охота идти на кстати вот эти мэри джей не это не настолько комфортно для долгих походов может поэтому тяжковато так значит груднички полностью представлены подростки ну кровати также и ход радуюсь что они не в углу как нижнюю все кровати в принципе может быть и логично сделано для детского выделена огромнейший просто зона гораздо больше чем она обычно в базовых икеях выделена есть текстиль грудничковый текстиль отдельно подростковый текстиль отдельно здесь же коврики причем коврики не на стене коврики кстати коврики я отмечу первый раз да что вот это расположение более выигрышный чем она будет чисто висеть на стене а и смотри шпаргалочка хорошая кстати шпаргалочка ты представляешь как выглядит будет тот или иной коврик на полу да шпаргалка в натуральную величину это прям респект очень классно так здесь кстати музыка тут икея уфа как этот чисто дэнс какой-то техно-дэнс в икея екатеринбург там что-то больше по классике угорают а у нас знаешь немножко джаза поэтому более того у нас утончён не вырезал больше нравится бегать хочется вы выходим ходил вечный дэнс какой-то дэнс 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 так детское хранение здесь наши шкафы полностью потом вся линейка truefast мягкое хранение и сейчас огромнейший просто отдел с игрушками и еще смотри такой момент хочу отметить отдел с игрушками а грудничковой игрушки мягкие они И лежат здесь же повсеместно с большими. Под лего, ой, не под лего, под железную дорогу выделили прям большая зона. В нижнем она тоже есть, но она, к сожалению, так спрятана сейчас далеко, что ее не каждый человек заметит. Она на стене возле спален. Здесь полностью все, что посвящено игрушкам. И из детской мы перетекаем в хранение. Слушай, может быть, и логично. Накупил хламу детского и пошел сразу за веще. Не знаю, но мне непривычно. У Дмитрия Юрьевича диссонанс. Кстати, смотри, Дим, наш с тобой в кавычках любимая подстилка. Уже рвется, да? Не выходя от кассы. Две, дожди, покажу. Подожди, фокус-фокус, приди ко мне. Да, вот. Уже две штуки прокованные. Это, пожалуйста, аккуратно с этими подстилками. Если их берете, имейте, пожалуйста, в виду, что они рвутся просто как ничего. Да я не со временем засаливаюсь. Да, то есть, ну, не знаю. Почему это товар? Какое-то такое-то. Не шибко рентабельное вложение денег. Нейби поднос железный. 25 на 33. Я художник, я так вижу, мне интересно, под что это. Лоток в корреспонденцию не получится, потому что друг на друга не сложишь. А так тоже не сильно логично. Так, пойдем дальше. Мы сейчас в середине отдела хранения. Бамбуковая серия тоже представлена. Вообще, ну, такая, да, натуральная серия представлена отдельно. Довольно-таки много света. И большой угол под нее выделен. Дим, покажешь? Дети уже набрали поигрушки. Наши дети где? Я хочу вот такую полосочку. Ой, смотри, какой у них раритет. Кстати, у них шнуры продаются. Без это дополнительных выписок. Но я не вижу в продаже микро-USB. Скорее всего, они вывели. Так как, накупив однажды их в достаточном количестве, так как у меня техника была установлена в то время на микро-USB, два-три месяца и они провода пришли в негодность. Можно пошло много потенций. Для брака. Так, здесь у нас вешалки. Они, гад, не дают там сделать обзор, не покупайте другие. Все, что я, как бы, коплю информацию по нехорошему товару. Они берут и выводят. А мы же будем голословицей заниматься. Да. Не будем говорить, а он вывели сентимент, а он оказывается плохой. Вот ты знаешь, у меня сейчас ощущение, что мы должны попасть в отдел оформления. Но хрен, у нас ждет отдел ванн. Так, здесь у нас полки по правую сторону. Дальше пошло все, что связано с галошницами, вешалками и прочим дребедением. Все, что у нас идет в прихожую. Здесь у нас вешалки, здесь же все мусорные ведра. И все, что к ним можно, в принципе, отнести чехлы под одежду. А дальше мы перетекаем вот в такую зону. Мы не просто сюда заходим, не просто так. Здесь у нас самый широкий, самый подробный отдел по стеллажам и вуар. Самый объемный. Да. И это этой серии выделили очень много места. Смотрите, мы не пропоминаем ни одной икеи, чтобы были только по объему выставки. Да, кстати, Ивар здесь очень представлен достойный. Похоже, давно, потому что, смотри, он довольно-таки тюженький. Ужелтел. Да. Смотри, новый Ивар, секция и полки. Сразу комплект 80 на 30 на 73. То есть небольшой, невысокий стеллаж. Суммарно выходит в 2600. Потому что, видишь, разница, да? Вот это старенькие Иварчики. Это новенькие Ивары, со временем очень сильно темнеет. Так, здесь у нас, получается, на правой стене остается Ивар. Здесь отдельно под контейнеры самла. Довольно-таки много места выделено под самла. Но имеет место быть. Значит, пользуется спросом. Да, это просто популярный товар. Люди спрашивали, как крепятся дверки в стеллажу. Давайте еще раз посмотрим. Деревянные? Да, на этом примере. Дим, смотри, здесь есть дрели. Давай, ну это, я лучше нормально обрендованную куплю. Ну, это с другой стороны. Идет специальное крепление. Ой, не пролезет. И оно крепится как раз в те отверстия в одну треней. Вот. Вот такая петля. Все очень просто и логично. Петля идет в комплекте. Хотя там на сентябре не имеет память. Тебе память не изменяет. Петли в армии отдельно не продаются. Двери. Комплект из двух штук стоит 2600. Петли идут вниз. Ну, как раз с петлями. 2600. Дрель, шуруповерт, шуруповерт. Просто. И еще. Дверь, шуруповерт. Более по мощнее представляет. Другой. Не может. Это первые икеи, где я это вижу. Это раньше в нижнем продавался. Может запасы у них есть, которые они не фахмировали. Можно будет. Даже смотри, вот эти кисти старые. Их нет нигде уже давно. Уфа. А, подожди. И плюс еще вот эта пропитка. Я вот этого не видел. Под цвет ясень. Ну, никак не форта. Пропитка цвет я не вижу. Маринка коричневая? Да, коричневая. Может, просто нежный вид не доходит? Поэтому здесь кое-что видим такое, чего в других магазинах-то нету. Может, просто кто-то лучше работает? Может быть, да, кто-то лучше. Чья-то логистика лучше работает гораздо. Ой, я не знаю, не знаю. Ну, надо подумать. Ой, пойдем сразу новинку покажем. Потому что такой новинчик я не видел. Я хожу как Ленин. Ручки за спинку. БРА с поворотным штативом. Симмерис Хамн. 4 тысячи рублей. Стеклянный обожжет. В чем фишка? Огромный просто поворотный механизм. Ну, это куда-то, наверное, только такого прицельного использования. Дождя, он еще вытягивается. Тот, полный. Нет. Нет, он должен, не кажется. Значит, кнопочку нажать. О-о-о. Будет спорить. Ну да, слушай, как небольшой торшер можно использовать, да? Ну да, убрал и в стенки прибил. Туго идет. Так, ну пошли. Отдел свет. Смотри. Наш любимый глазастик. Вот этих я боюсь. У нас, кстати, жива такая рыжая лампа? Да. Странно, уже сколько лет? Семь лет. Да кто ее включает? Ей, по-моему, кто-то из бабушек пользуется. Ой, смотри, еще одна новинка. Не было ее в Якате. Вирма, лампа рабочая. 54 сантиметра. Вот здесь у нас регулировочка в кулыку. Поворачивается на 180 градусов. Больше, в принципе, с ней ничего сделать нельзя. 1800, дейтс, филогичная лампа. Проварорчик твой любимый уценили. До 2000. Дима, забери нас домой. Ты куда, Мастер? Дима, забери нас всех домой. Надо квартиру под разбирать киевского магазина. Ой, пойдем, это тоже новая лампа, раз уж так получилось, что новинки мы сняли в другом магазине. Дейса. Ручная работа. Прям такая восточная лампа, да? Грибок. Гриб, лампа горит. 28 сантиметров, бежевое молочное стекло. Отдел света, на самом деле, делится на две зоны. Дима, вот твои любимые киевские провода. Но все тайпсишные. Нет, есть Lightning. О, написано. Lightning, Type-C, 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 AUSB. И что, у тебя один типчик. Пойдемте, не останавливайся. Хорошо, хорошо, бегу, бегу, бегу. Так, детский свет тоже на отдельной стене. Здесь, в принципе, все, что связано с шинами, с подвесными светильниками. И здесь же еще представлены и все абажуры. И, наконец-то, мы попадаем в отдел оформления. Отдел оформления очень схож по расположению и оформлению с Икеей Ростов. Можешь показать направо? С Икеей Краснодар, Адыгея Кубани. С южными? Да, да, да. Смотри, в чем цветы. В ведерках, Икеевских уже. А где-то я это видел уже. Не, я ни разу не видела. Было, было, было видно, но в какой-то Икеей я это наблюдал. В общем, в принципе, можно прям взять сразу и на кассу. Целое ведро. Целое ведро. Муж, подарим мне ведро цветов? Гори. Ну вот, а что ты подарил? Так, свечки. Романтические и не романтические. Вот здесь темновато, да? Ну да. Цвета не хватает. Вот мы сейчас чуть-чуть перебежим. Кстати, смотри, в Екатер стоит тысячу рублей, а здесь три тысячи. За счет здесь есть просто. Раз не хотят оттенять, да? Так, здесь все часы. Смотри, интересная выставка с описанием разного времени по часовой поясам. А это специально делается, чтобы кто, допустим, из гостиницы, офисы, где требуется часовой пояса, показывает, да? Вот он, и показывает пример, как будет это выглядеть. Практика. Зеркала. Потом, наверное, скорее всего, будут рамочки, да, рамочки по правую руку. А из рамочек, вон там я уже вижу в Днеюцу постеры и картины. Постер и картины мы выделили очень много места. Ну, значит, востребовано, раз столько времени выделено. Здесь все фоторамки, прям целый такой большой отдел под фоторамки, объемный. Вообще, кстати, отдел оформления довольно-таки большой, да? Да, немножко в сторону, а то мы не завершаем. И вот все картины. Добавлено очень много постеров, а именно с животными. Мы сейчас не будем именно акцентировать, это мы покажем в будущих новинках, кстати. Вот очень красивая такая натуральная картина, как девушки идут по пляжу. Нью-Йорк, по-моему, если не изменяет, прям черно-белое, да? Манхэттен. Манхэттен, да. Ну, все это дело мы покажем теперь уже в новинках. Новинки сентябрь, наверное, будет. Да, скорее всего, потому что их еще придет очень много, и сейчас бессмысленно. Мы только сняли новинки. Вот эта мне нравится картина, она немножко со смыслом, мне кажется, да, вот эта вся дорога, которая уходит в туман. Можно поставить стул или кресло удобное, сидеть и смотреть вдали. А вот куда она ведет, в хорошее или нет? А тут уже вот как раз и есть повод задумываться об этом. Я не знаю, как у тебя, у меня вот там на горизонте большая премия маячит за туманом. Иди разговаривай. Вот. Вот сейчас... Вот резая резка становится потом яркая за счет того, что вверху есть стеклянная, не знаю, как листарная степлица, а-ля пирамидка. Стеклянная конструкция. Стеклянная конструкция, как раз, которая дает очень много совета. Вот, кстати, в Икея, вот, посравнил Икею Уфу, отдел оформления с Икеей Ростов, Кубань. Но вот там отдел оформления весь такой светлый. В том числе и рамочки, постеры, все. Также в том же отделе также представлены товары для сада. Для сада, да. А здесь, ну, получается, потому что там они круглый год представлены садовой мебелью. Ну, опять же, на регионах. Да, эти моменты тоже нужно всегда учить. То есть, подушки на садовую мебель. То есть, видишь, да, кусочки. Походу сюда все-таки выставляется садовая мебель, а потом просто убирают, оставляя кое-что. Здесь же опять куски школы. Вот куски хранения, я тут немножко не понимаю. Тут как-то... Выставки уже представлены, скорее всего, вот этот отдел, самые популярные товары. Походу, да. Потому что есть тут с разных отделов, все закинутся сюда. И на самом деле, это самые популярные. Я так представляю, что, допустим, если кто-то что-то забыл, или где-то глаз залив на где придет товар, при выходе он может ее продублировать. Продублировать. Ну, сюда. Скорее всего, так и есть. А чем их тур так подорожил? Ну, было 229 рублей. Нет, это маленькая, 27 на 18. И как этот отдел можно назвать, да? Я тебя слепила из того, что было. Да, тут все принесло. Ну, а вот склад... Склад. А склад как ниже, думаю. Один. Подождите, по вашему кругу. Один. Что еще добавить? Что я могу добавить? Дальше будет в конце склада также по левой стороне отдела уценка. Оформленные сейчас уже все такие в едином стиле. Ну, где-то побольше, где-то поменьше, но в одном стиле они оформлены. Музыка в громком складе работает. Прям громче, чем в доме. Ну, что-то. Все это верно. Середина очень насыщена товарами. Много. И как будто бы она пошире. Тебе не кажется? А может, нет. Мне кажется, чуть пошире. Потому что, вот смотри, вот визуально, посмотри, сколько людей вмещается в ряд. Когда идут по Икее, внутри человека максимум вмещается. Ну, может, метр-полтора. Ну, тоже расстояние. Кстати, по наполнению неплохо. Стиллажи пустых практически нет. Это радует. Икей птичь только начинает. Вот, смотрите, вот все, что наверху, это будущее товара, которые будут лежать уже потом снизу. Это Жапаша. 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 Вот здесь и полностью. Стиллажи полные. Как бы дефицит, я смотрю, не тут. Нет, дефицит пока еще и сохраняется, в общем, в целом, по России. Но то, что было год назад. Ой, да, ребяточки, год назад было вообще. Картина совершенно другая. Ну, я просто сейчас иду и вижу, что очень многие товары, которые, например, мы ждем на приход в Нижнем Новгороде, на приход с завода, здесь они есть. Но, к сожалению, мы не на газели. А вправим уже битком набить подарками. Торрэ. Все уже просто не лезет. Так, вот, вдалеке. Отдел оценки. Отдел оценки. И вот она, в принципе, базовая выкладка. Ну что, пойдем прощаться куда-нибудь? Так, дожди. Вот у меня уже отличие, как раз, кто смотрел Икей и Катеребур, как раз в конце мы также останавливались на кассах, где я очень сильно отметил, так, зону самообслуживания, экспресс-кассы. Вот тут я шел, я сейчас искал целенаправленно, где они. Тут очень маленькие таблички. Тут нужно искать и вчитываться. А они у нас такие же в Нино, кстати. Да. А в Икатеребурге она целая полосиша, с большинной, прям, буквально. С Юрием лучше. Все. Фух. Мы все. Мы все. Мы все. Мы все. Уфа, спасибо за прием. Очень хорошо в сервисе встретили, без проблем. Возможно, уже ими наши на это играют, то, что когда мы раньше говорили про Икеа, люди не понимали. Сейчас просто менеджеры при нас позвонят. Здравствуйте. Здесь вот YouTube-канал приехал, который по Икеа, по товарам снимает. Хотел пройтись по магазину. Можно? Можно. Все. Мы тяжелее всего в Краснодаре получали разрешение, да, каждый раз? Да, 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 да. Как раз начало пандемии было, там вообще. Не начало пандемии, осень 20-й, это середина пандемии была. Пандемия началась. По отношению к сегодняшнему дню. Да, да, да. Поэтому там в самый разгаре, там все было очень дико так. Ну, вы сами можете посмотреть, как это будет происходить. Дин, можешь зарезюмировать? Тебе понравилось с Киева? Да, знаешь, как сказать, как она мне может понравиться, если она очень схожа с Икеей-нижней ногой, то она одинаковая. Единственное, что я получил эмоции и впечатления, это разные отделы по расположению. Дисканал сговорения. Да, дисканал сговорения. Да, вот. В остальном, не знаю, пока ничего не могу отметить. На самом деле это и верно, потому что Икея построена в России все по единому принципу. Просто внутри магазина, возможно, небольшая перестановка. Так, наверное, все же наизусть выучили. Но, опять, по-единому-по-единому, но Икея, Екат, входная группа. И Икея Быстро, и Икея Магазин продуктов совершенно по-другому расположены и выглядят совершенно иначе. Вот что. Девушка громкая. Пластиковые карты, сиюминутно расплатиться нельзя, бегите за наликом. Вот что было сказано. Ну что, давайте прощаться. Вы были на канале про Икея. С вами были неугомонные просины Дмитрий и Татьяна. Дмитрий за кадром. Чаще всего вы его мало видите. Я во влогах. Кто хочет посмотреть на даюшечку, пожалуйста, его во влогах. Очень много. Он там даже иногда ворчит и ругается. Да. Ну что, давайте прощаться. Мы полетели дальше. Да все, пока.